всем привет мне говорят что в эфире у нас сегодня очередная встреча по сетевым протокол в linux вот мы потихонечку выбираемся из-под гнета из-под гнета недоступных нам форм описание сетевых сред а именно из-под аппаратной части где действительно очень много таких вещей которые пощупать иначе как паяльником нельзя вот и мы перебираемся на уровень 2 из 5 который имеет много разных названий он может назваться link level он может называться интерфейс на уровень зависит от того как бы где вы прочли эти термины 20 до из 5 я думаю что вы были на той лекции где мы говорили что уровне 5 и над другой второй лекции на которой мы тоже говорили что уровне 5 вот напоминаю что суть этого уровня в том что то мы пытаемся подключать наш компьютер к среде передачи данных то есть мы хотим чтобы мы хотим чтобы не просто придумать что такое данные как они передаются потом нашей среде чем мы занимались на аппаратном уровне а как именно компьютер взаимодействует с этой самой средой передачи данных именно поэтому этот уровень я назвал интерфейс на это один из вариантов название второго уровня напоминаю что есть как всегда две задачи верхние и нижние the bottom half и top half то есть задача взаимодействия с предыдущим уровнем и задача собственное решение проблем возникающих на этом уровне задача по взаимодействия с предыдущим уровнем это собственно организация самого процесса передачи данных какие мы можем проблемы из таких общих на этом уровне встретить ну например мы не понимаем как отличать данные от неданных помните наши сомнения о том как значит крысы перегризли провод и постоянный ноль лезущий из этого провода является ли он нулем или же или же нет а еще довольно интересная задача которая перед нами возникает когда мы используем среду передачи данных которые больше чем два абонента если у нас среди передачи данных два абонента мы воткнули провод в один компьютер провод в другой компьютер ну или пара проводов или тройку или девять вот или пять то в общем каждый из двух абонентов знает что на том конце второй абонент но бывают среди передачи данных и нам всем любимый нами всеми ethernet он как раз такой в которых больше двух абонентов и это значит что мы должны как-то решать вопрос а кто кому передает если среда передач их общее вот то есть как-то идентифицировать абонентов среды задача идентификации абонентов среды передачи данных возникает после того как мы окончательно договорились что у нас сеть с разделением пакетов если бы у нас была сеть с выделением каналов то мы могли бы как-то устроить протокол таким образом что абоненты не нуждались непосредственно в идентификации они бы заказывали два абонента заказывали друг друг для друга один канал и пользоваться этим каналом там внутри они опять оказывались бы в положении двух компьютеров связанных проводами когда компьютеры знают что на том конце второй как вот но поскольку мы приняли решение о том что у нас будет среды с коммутации пакетов это значит что единая среда передачи данных будет передавать форматированные сообщения называемые на интерфейсном уровне фреймами помните на нашей картинке голубок нес фрейм в когтях вот так вот значит поскольку мы передаем любой абонент может передать любому абоненту нашей среды передачи данных пакет фрейм и все эти абонент все эти пакеты передаются все эти фреймы передаются по одной и той же среде значит нам нужно как-то четко идентифицировать кто и кому посылает собственно задача которая возникает при эксплуатации среды передачи данных со стороны компьютера это собственно уже вторая половинка задачи решаемых на этом уровне и в данном случае дисциплина использования среды это во-первых то как множество различных абонентов одновременно используют эту среду передачи данных почти наверняка не могут да то есть если у нас какие-то провода довольно трудно соблюсти принцип согласно которому по одному и тому же проводу совершенно одновременно несколько абонентов что-то передают так не бывает вот это значит что нужно определять очередность в некоторых вариантах я думаю что вам рассказывали на курсе по сетям такую штуку как токен ринг где вообще-то в каждый момент времени может данные передавать только один абонент среды там до него доезжает паровозик он отцепляет свои вагончики прицепляет другие вагончики отсылает пакет дальше и в каждый момент времени у нас передавать может данные только тот абонент к которому приехал паровозик которым приехал несущий пакет вот но это токен ринг у нас с вами мы будем говорить про ethernet значит что делать если ни с того ни с сего средой передачи данных которую можно пользоваться только только для передачи между двумя абонентами соответственно отправитель может быть только один что делать если в какой-то момент одновременно им решили воспользоваться больше одного абонента как разрешать коллизии еще одна задача которая стоит на этом уровне ну и дальше приоритизация может быть некоторые абоненты был более важны чем другие вот например потому что токен рингу может ездить несколько паровозиков одновременно но некоторые паровозики будут для всех а некоторые не для всех ну вот это вот все вот вторая проблема состоит в том что раз у нас среда передачи данных общая мы можем захотеть ограничить доступ к ней или ограничить ограничить возможности по выковыриванию данных из потока передачи данных вот то есть какая-то защита какая-то возможно шифрование какая-то авторизация абонента то есть не всякий абонент может подключиться к нашей среде передачи данных особенно если это воздух вот ну и тогда значит напоминаю что весь стек протоколов вот ровно как у нас было на картинке в первой лекции по большей части так сказать в первом приближении устроен как их инкапсуляция пакетов более верхний уровень внутри пакетов более нижнего что мы инкапсулируем то есть какие дополнительные данные передаются на аппаратном уровне которые мы уже не видим на уровне интерфейс это в первую очередь маркер начала и конца фрейма то есть какая-то дисциплина определение что вообще по нашим проводам данные передаются они не передаются да это туда вниз мы сейчас это увидим на картинке вот 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 по этой ссылке вот также какое-то какая-то дисциплина относительно того куда когда и почему не куда когда нельзя передавать данные то есть между нашими фреймами должно быть какое-то пространство заполнены чем-то чем она заполнен мы не знаем все вот это мы на уровне интерфейс нам как мы с вами сегодня у несколько раз увидим просто не замечаем это все добавляется на уровне аппарата и и разумеется разумеется всевозможная избыточность при кодировании когда у нас там какие-то значит биты четности когда у нас возможно даже удвоение или даже утроение передавая информация потому что у нас очень очень шумная среда например какой-нибудь воздух и вай-фай да всю вот эту избыточность съедает аппаратный уровень вот к тому моменту когда мы увидим хороший годный красивый фрейм вырванный значит из когтистых лап нашего носителя голубя или там кого-то мы этот фрейм увидим уже в чистом виде никакого избытка никаких допал никакой дополнительной информации никаких маркетов моем уже не будет на примере ethernet никак потому что он не пакет ну там нет пакета да там есть непрерывная передача каких-то ноликов и единичек да и тот факт что вот как раз это сейчас мы увидим смотрите вот вот сравнение вот сравнение аппаратного уровня и интерфейсного с точки зрения аппаратного уровня ethernet фрейм выглядят как минимум 84 а максимум 1542 актета да кстати и помните почему абайты называются у сетевиков актетами что когда они приняли решение передавать по 8 битов абайт было еще не 8 битов а иногда 7 иногда даже 6 вот потому что оставшиеся биты служили там для контроля четности еще чего-то при аппаратной передачи здесь же четко идет измерение актета так вот на уровне интерфейс нам мы видим наш фрейм состоящий из mac адреса отправителя mac адреса получателя необязательного поля которое отмечает влан вланы мы будем на следующей лекции разбирать вот тип передаваемых данных вот раньше тут была длина но длина не нужна на самом деле вот тип передаваемых данных дальше собственно pilot и дальше crc контрольная сумма кстати мы сегодня увидим что с точки зрения линукса контрольную сумму тоже не видно вот посылочки вот они типы мы будем писать если мне не сметь мы будем писать что-то типа 0800 или 0702 я забыл 0700 ну смотрите это всего лишь всего лишь подсказка какого рода фрейм нам приезжает если ну например это айпи по и айпи до 0800 это айпи протокол или там не знаю 08 42 обратите внимание да это характеристика это характеристика пейлот совершенно справедливо правильно это то что лежит в пейлоузе вот эзертайп описывает предположительно то что лежит в пейлоузе чтобы при передаче на уровень выше мы передавали соответствующему протоколу не почему он его она тут записан а кто кто ее туда записал да скорее всего скорее всего от выше лежащего протокола да вот ну вот а на уровне аппарат нам к этому всему приписывается 7 октетов вида 0x55 и заканчивающиеся октетом 0xd5 то есть тут 6 и на самом деле вот по-моему по-моему все-таки 6 давайте еще раз посмотрим а нет 7 октетов 0x55 и 1 октет 0xd5 в действительности это чередующиеся 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 и так очень много раз а в конце идет 11 вот причем а битики идут а задым наперед старший бит идет последним сначала идет младший бит потом следующий потом следующий им поэтому это последовательность просто 0 и единиц заканчиваются двумя единицами и это есть маркер начала фрейма 8 октет этого всего мы не видим на уровне втором потому что это аппаратно так работает вот 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 это пересылается по проводам вот и в случае эзернета между нашими между нашими пакетами между нашими фреймами обязан присутствовать минимум 12 октетов пропуска свободного пустого места это он и есть это она и есть прям было вот она а вы ну 0x55 или 0xd5 вот это старт фрейм делиметр а вот это при он был ну ну что наоборот нет чем наоборот ну вот значит все правильно выдать до 5 до 5 а вот значит это да и т 5 только все задомный период а да наепор Percy они идут бить идут сзадом наперед все бички идузадом наперед потому что в самый последний бит самый старший а вот значит ну так они передаются просто привыкайтесь не привыкайте а имейте в виду да вот эти люди которые занимаются аппаратурой они вот так мысли первый нулевой битик должен был был бы быть передан раньше всех вот и значит обязательно обязательно 12 оксетов еще пустого места которое ничего не содержит и что там лежит я честно говоря даже не знаю вот если мы приняли решение что у нас фрейм то есть пакет интерфейс на уровне что должно входить в состав фрейм состав фрейма должен входить некий его описалово то есть ади отправитель ади получателя сведения от полыки сети кстати почему здесь я не добавил размер иногда фрейм вставляется его размер потому что зависит от аппаратуры да вот в раздел всякая может быть размер фрейма обратите внимание нету размера фрейма в современном эзернете раньше был теперь нет да вы мало того что он без избыточности он еще как-то определяется каким-то хитрым способом не таким вот ну то есть 20 да значит вот дальше идет пайлот дальше идет дальше контрольная сумма вот и опять-таки обратите внимание что никакой избыточности уже нету контрольную сумму нужна для другого контрольную сумму нужно для того чтобы проверить что у вас среда вообще нормальная то есть что у вас не смотря на вне как это не смотря на все усилия сред и внезапно может так случиться что пакет побитый придется и при 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 приедет у него контрольная сумма упадет возможно даже дел они среди а том что там контакты на вашей ethernet карточки какие-то кривые да поэтому контрольная сумма нужна не такой кстати видал вот ну и если у вас есть какая-то какое шифрование авторизация тоже должно входить это в какой-то в куда-то в пакет потому что при подключении к среде ваше устройство могли обменяться ключами вот это все вот сокращение 100 говорит что 12 байт меж пакетного меж фрейма интервала нужно что в это время не придет вообще никто что-то я сомневаюсь что в это время не придет вообще никто потому что мы не можем гарантировать что в это время никакое другое устройство не начнет передавать мы можем только гарантирует что мы сами не передаем в это время но да это в первую очередь в первую очередь меж меж пакетный интервал нужен для избежания коллизий сейчас мы поговорим как-то в интернете сделано да нет 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 это такие задачи которые мы можем захотеть решать видите я тут забыл включить например что мы можем захотеть туда включить еще и размер а можем не хотеть вот в фрейме размеры нет да например в ситуации когда у нас топология состоит из двух всего абонентов тогда нам не нужно ни отправить или не получать и мы и так знаем что мы отправителя а второй абонент получать вот и наоборот мы иногда не знаем даже куда наш пакет пойдет в более сложных средах чем ethernet мы можем указывать например некоторый кусочек некоторую аналог маршрута прямо фрейм вот они могут там быть эти сведения от полу да да то есть о том как на самом деле они там друг с другом соединены иногда бывает так но честно не могу не смог найти привести привести пример от соответствующего протокола неравного эзернета у которого еще и топологии передается наверно такой бывает теперь знаешь что касаемо эзернета что касается эзернета то поскольку у нас общая среда которое подключено несколько устройств это значит что у нас полноценно должна решаться задача идентификации абонента среды окей задача идентификации решается таким образом что мы определяем хрень который называется mac адрес вот который состоит из шести актетов вот эти шесть актетов делятся на три актета идентификатор производителя и 3d актета уникальный номер устройства и в каком-то недостижимой идеале все mac адреса всех эзернет карточек в мире должны быть различные для этой цели идентификатор производителя присваиваться лично производитель соответствующих сетевых устройств у больших производителей таких индикаторов и идентификаторов куча потому что они явно произвели больше устройств чем шестизначные шестизначные шестеричное число ну вот такие вот правила значит идея состоит в том что таким способом мы как бы гарантируем что любые устройства в нашей локальные сети будут иметь различные идентификаторы вот мы различные mac адреса вот давайте мы с что ли уж и прям вот что ли прям прям что ли чуть запустим тогда уж давайте давайте что сделаем удаляем удаляем лишние лишние вот обратите внимание до к вопросу в виртулбоксе как по простому по простому будет пупу пупу пупа удалять лишние лишние виртуальные машины он регистр и минус минус длит чтобы они удалили соответствующие соответствующие диски вот это все так значит что там alt-minimal base пинт нет значит давайте разберемся с тем что я я я запустил свой скрипт давайте разберемся с тем что же при этом происходит мы клонируем вирту виртуал куальт минимум вот причисляем ее группу linux нетворк 2023 чтобы там в внешнем виде за виртулбокса она была группирована имя у нее base значит что такое options link я даже не знаю а это значит что клон у нас связанный а не полный чтобы у нас диск не клонировался тут же и регистрируем вот ну и на всякий случай значит делаем snapshot который называется выбор снаб чтобы он за счет без этого нам не на что будет ее откатывать склонировали теперь мы говорим что у нас есть ком порт по которому мы сможем к ней подключаться он будет у нас этот ком порт передавать байтики на порт 2301 и у нее есть подключенный подключенный интерфейс который называется int нет вот и к нему значит и кабель к нему подключен вот значит а вот это та же самая команда вот значит ну тут еще я всякую всякую извращение мелкие мелкое делаю про нем потом про него расскажу теперь мы можем смело смело коннектиться к этой машинке вот base вот она загружается у нас мы подключились из нашего терминала к ком порту загруженной виртуалки потому что ее настройках мы явно прописали настройках это виртуалки мы явно прописали вот здесь что у нее есть ком порт где это было а она пропала ну короче мы явно и прописали что есть ком порт и что этот ком порт просто выводит на экран в однозначно мапится в tcp порт 2301 вот к нему мы и подключились давай загружай все же что натупит не тупи давайте посмотрим что ли как она выглядит может а там те затупил а я давайте еще разок все подключилась она иногда редко редко она виснет не знаю почему бывает такая неприятность детач гуи о отлично спасибо ну вот значит что мы что мы хотим что мы хотим узнать что мы хотим узнать по части нашего эзернета на эту тему а мы хотим посмотреть как выглядит мак-адрес вот значит напоминаю что в результате наша наша виртуальная машина наш клон будет подключен к некоторой внешней сети которой мы не пользуемся пока и в некоторой внутренней сети которая называется int нет и называется внутренней сеть я сейчас это сделал с помощью своего скрипта и вот таких вот вот который выдал вот такие вот команды виртулбоксу в бокс менедж давайте мы сделаем второй хост но все равно у нас все равно сегодня понадобится второй хост с помощью обычного клонирования они вот этого моего никаких айпишников тут нет никак но нет никаких айпишников нет для того чтобы устройство было в локальной сети шутка локальная сеть это несколько устройств передачи данных подвели подключенных к единой среде передачи данных до для того чтобы нет там никаких айпишников ну расскажите мне где вы за на той пешки тогда причем из айпишники вообще вас смутило что команда называется айпи команда айпи эта команда из пакета а 1 2 вот которая занимается настройкой сетей в линукс всевозможных уровней и конкретно айпи линк занимается настройкой линк левел как видите никаких айпишников тут нету вот если бы я сказал айпи адр вы бы увидели что у лупбека есть айпишник 127 001 вот но я сказал и пилинк айпи линк отлик левел от второй уровень на втором уровне кипишников нету вот поэтому их нет значит давайте мы ради ради эксперимента вторую виртуалку которая нам сегодня понадобится тоже склонируем не с помощью скрипта руками да значит клонировать назовем ее секонд да если мы с вами уже поделился этим скриптом на прошлое и позапрошлой лекции на прошлое я думаю вот связное клонирование сгнилить новый mac адреса кажется тут больше ничего не нужно вот единственное что нам нужно это поправить две вещи поправить ком порт потому что ком порт сейчас будет не на том порту вот 2302 и поправить сеть давайте посмотрим чем отличается чем отличается наш клон который бэйс от нашего клона который секонд вот 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 сюда видите клон бэйс подключен к двум сетям какому-то внешнему над про который мы сегодня говорить не будем и внутренней сети под названием интернет вот закон закон тоже надо подключить к внутренней сети под названием int нет внутренняя сеть int нет этого вполне достаточно вот этого вполне достаточно чтобы эти две машины друг друга увидели по этой самой сети int нет в этом главная фишка virtual box и за что его использую в этом курсе вот мы вернемся к нашему хосту по имени секонд чуть позже а теперь давайте значит поговорим про mac адреса вот mac адрес нашего интерфейсов наших интерфейсов коих у нас пять штук один из них loopback это виртуальный интерфейс который всегда есть потому что с помощью него можно осуществлять сетевой трафик с самим собой вот а вот интерфейс этаж 0 этаж 1 и так далее в частности мы с вами подключили к нашему компьютеру интерфейс этаж один но этого пока не видно интерфейс не активирован он а так называется опущен что какие характеристики у эзернета при этом мы видим мы видим что максимальный размер фрейма точнее не самого фрейма а трансфер максимум трансфер юнит видимо максимальный размер по и лоуда который может засунуть до максимальный размер пайлоуда составляет 1500 активтов давайте это проверим да вот он видите это ст это стандарт изернет нам об этом говорит максимальный размер пайлоуда значит 1500 актетов кстати обратите внимание какой размер максимальный размер пайлоуда у в бэка этом акцент 16 разрядный без знак вот ну дальше тут все остальное не интересно стоит down вот это единственное что мы должны знать что у нас у этого интернета стоит так возвращаемся к нашим разговором про ethernet значит вендор айди и вот и там еще отдельного но главное татьяну как устроена дисциплина использования среды под названием ethernet устроена довольно извращенным образом но достаточно остроумным при этом первая важная вещь что mac адрес вот этот самый идентификатор отправитель идентификатор получателя карточка умеет анализировать аппарат на то есть когда к вам приходит фрейм мимо вас пробегает фрейм мимо ethernet карточки пробегает фрейм карточка умеет проверять поле адрес получать идентификатор получателя а это самое первое поле фрейм самый destination и сравнивать его своим собственным и если идентификатор получателя не равен идентификатору нашей карточки просто тупо ничего с ним не делать вообще никак не обрабатывать это довольно удобная договоренность об аппаратной фильтрации mac адресов потому что в реально загруженной сети у вас будет бегать бездна пакетов и не дай бог каждый из этих пакетов будет обрабатываться программно вашим ядром да то есть чем больше трафик тем больше значит бессмысленных сравнений вот таких вот актетов делают ваше ядро так конечно делать не надо поэтому для того чтобы отличить пакет предназначенный тебе от пакет предназначенного не тебе вот это сравнение делается на аппаратном уровне сетевой карточкой ну в данном случае я когда говорю аппарат на уровне не говорю левел один то я говорю что она делается аппарат но с помощью интерфейса сетевой карточки вот то есть до вас доходят пакеты помечены адресом получателя вот таким ну смысле до тупо с равно на равно не равно именно так вот правда у подавляющей большинства сетевых карточек и есть так называемый промиссию смот вот если вы знаете это слово на русском языке то это именно она а значит в котором эта карточка буквально дает всем без разбора посылать ей пакеты потому что отключается вот эта фильтрация на равенство и в таком режиме сетевая карточка пожирает вообще все пакеты может их передавать дальше на обработку ядру вот именно этим режимом мы будем пользоваться постоянно для того чтобы анализировать сетевой трафик и смотреть буквально все пробегающие мимо нас пакет если этот режим в карточке не включить мы увидим только пакет который предназначен лично ну собственно и последнее это широковещает на адрес в сетевых протоколах часто бывает что нужно послать пакет сразу всем абонентам сети или нужно послать пакет неизвестно какому абоненту сети поэтому я пошлю сразу всем они сами разберутся об этом мы будем следующий раз говорить широковещательный адрес это в данном случае все единички во всех в двоичном представлении всех актетов то значит если мы поставим пакет на широковещательный адрес он тоже приходит мы сейчас все это посмотрим ну вот но вы помните что дисциплина использования среды и да и мы значит я соврал мы сейчас мы сейчас решали проблему идентификации а проблему дисциплины использования мы еще не решали значит в чем проблема использования эзернета в том что любая сетевая карточка в любой момент времени может захотеть передавать данные а способ кодирования который принят в эзернете мы в прошлый раз кажется его смотрели да он не подразумевает одновременной передачи данных сразу от нескольких абонентов в каждый момент времени передавать может только один по проводу да конечно можно вот сейчас мы про вайфай будем говорить по крайней мере одним глазом туда заглянем там есть вот по проводу нет это слишком слишком медленно по проводу тоже можно но это был бы слишком медленный у него нужны очень хорошие частотные характеристики которые у обычной тонкой медяшки не так уж все с этим хорошо ну вот поэтому алгоритм использование среды в эзернете называется csmacd множественный доступ с прослушиванием несущие обнаружением коллизий вот значит который состоит из четырех пунктов пункт 1 определение коллизий должна быть аппаратная то есть сетевая карточка может во-первых там неправильный порядок во-первых проверить что в данный момент уже идет передача и поскольку в данный момент идет передача в этот момент ничего не пытаться передавать до сетевая карточка должна сначала проверить что передачи не идет и только потом начать передавать во вторых даже в том случае если сетевая карточка проверила что передачи данных в данный момент нету и начала передавать может так случиться что в этот момент другая сетевая карточка сделал то же самое проверила что передачи нету и начала передавать поэтому если две сетевые карты одновременно передают должна быть аппаратная возможность определения коллизий collision detect то есть если две сетевые карты одновременно что-то нашумели в нашу Ethernet среду, они аппаратно отлавливают эту ситуацию, говорят, ой, сейчас будем по новой. Да, значит, кстати сказать, тот же механизм, который определяет идущую передачу, определяет также идущую непередачу, то есть если у вас совсем все плохо с проводами, то сетевая карточка об этом узнает и скажет, что у вас Ethernet джемит или там что-то с ним случилось, оно плохое, ваш Ethernet плохой. Вот. На самом деле этого тоже недостаточно, потому что что делать в нашей сетевой карте, если она определила коллизию или если она заметила идущую передачу? А мы тоже хотим передавать данные. Вот мы, допустим, захотели передавать данные, начали передавать, шмяк, случилась коллизия. Что делать дальше? Пытаться еще раз передавать? Плохая идея, потому что если две карточки захотели в один и тот же момент передавать данные, определили коллизию, и после этого они в один и тот же момент захотят попробовать еще раз передать данные, снова определять коллизию, и так будет до бесконечности, пока у них внутренние таймеры не разъедутся. Да. Соответственно, третий пункт вот этого алгоритма доступа, который называется ЦСМАЦД, состоит в том, что когда возникает необходимость повторной передачи, либо в случае коллизии, либо в случае, когда среда занята, сетевая карта ждет некоторое случайное время, не меньше, чем сколько-то, после которого, только после него она начинает передачу. При этом случайное время. Да? Вот эта случайность гарантирует нам, что мы в следующий раз вот эти две сетевые карты, значит, захотят передавать в разное время. Но все это, все это случайное время они передавать не будут. И более того, если в следующий раз опять возникнет коллизия, то случайное время удваивается, чтобы, значит, это значит, что среда загружена настолько, что мы дважды попытались переслать и дважды уперлись в занятость среды. Из чего следует, вот из этого, что никакого гарантированного времени доставки, вообще говоря, нету в Эзернете? Совершенно справедливо. А еще было ограничение на количество попыток. Через некоторое время вам Эзернет скажет, у вас такая загруженность вашей среды, что я вообще передавать ничего не буду. Только хуже будет, если я начну. Вот. Соответственно, гарантированного времени доставки уже на интерфейсном уровне Эзернет не дает. Вот. Вот. Кстати, вопрос. А что тогда делать? Смотрите, у нас даже на уровне интерфейсном, не говоря уже о на уровне сетевом и транспортом, нету гарантированной скорости передачи, времени доставки и вот этого всего. Как же тогда, ну не знаю, видео передавать? А мы все смотрим ютубчик, например. И даже не только смотрим, но и пишем туда. Значит, единственный ответ, единственный ответ, по крайней мере, на этом уровне, оверпровайженинг. Мы просто должны предоставить такую среду передачи данных, по которой в идеале можно передавать в десятеры больше. Да. И тогда, а когда у нас будет десять абонентов, значит, должна быть в сто раз больше. Все, больше никаких способов. Потому что иначе у нас всегда может так случиться, что... Вот. И даже на этом уровне все равно бывают ситуации, там, каких-то случайных флуктуаций, выпадения кадров, вот этого всего. Именно поэтому протоколы передачи мультимедиа такие сложные. Конечно, не решает. А если мы хотим чуть больше, то есть слотивность – это ограничение. Но ограничение за счет чего работает? За счет того, что у нас на самом деле среда передачи данных умеет в десять раз больше передавать. Иначе она не работает. По крайней мере, в Эзернете это так. У вас любой пакет может взять и подождать. А потом взять и еще раз подождать. Упс. Понимаете? Ну вот. Значит, что там в Линуксе при этом? В Линуксе, как мы уже с вами познакомились с инструментом, который называется IP-Rowd 2. Значит, еще раз Алексей правильно заметил, что он почему-то занимается... Называется IP, но на самом деле это так утилиты называются. А конкретно IP-Link – это все-таки работа с интерфейсным уровнем. Вот. Есть еще инструмент, который называется ETH Tool. Мы его в прошлый раз даже запускали. Помните историю про то, что какие-то следы аппаратного уровня мы можем найти даже из Линукса. Например, я специально сделал интерфейс ETH 0 очень-очень старым, у которого поддерживают несколько вариантов аппаратных сред подключенных. Помните, мы его включали, мы говорили IP-Link Set ETH 0 Up. И внезапно он говорил, знаете, я тут распознал, у нас среда-то неизвестна, как... Да, мы не к трансиверу подключены, а к витой паре. И мы теперь знаем скорость 100 мегабит, ну вот это все. Кстати, обратите внимание, значит, ETH 1 у нас скорость 1000, то есть гигабитная. Вот. И она уже только витую пару поддерживает. Тут все. Вот. Вот. Значит, смотрите. Видите, что происходит после активизации Ethernet интерфейса. Он переходит в состояние, ну в данном случае unknown, но это не важно, а главное, что он переходит в состояние up. Вот. В этом случае он активен и может взаимодействовать с другими. То есть с ним начинает ядро взаимодействовать, да. Это еще одна фишка. Если интерфейс выключен, он просто ничего не получает, ничего не принимает, не работает его аппаратура. Он как бы... Лампочка на нем не горит. Ну вот. Значит, давайте зажжем лампочку на интерфейсе ETH 1. Вот. Посмотрим. Вот он тоже теперь в состоянии up. Вот его macadress. Не знаю. Не знаю. Я не... Привыкайте к тому, что я не буду рассказывать про все, что здесь написано, иначе мы просто умрем от каких-то терминов, которые нам не нужны в жизни. Вот. Соответственно, мы можем его остановить, сказать down. Down, я сказал. Вот. И он опять вернется в состояние down. Второй инструмент. Кстати, Алексей, заметьте, он будет... Имеет слово... Внутри себя слово TCP, но к TCP он имеет отношение непрямое. Второй инструмент, которым мы будем активно пользоваться на лекциях, называется TCP dump. TCP dump это, собственно, обертка вокруг библиотеки, которая называется lipcap, которая умеет разбирать сетевой трафик и даже его декодировать, показывать на некоторых протоколах, из чего они состоят. Вот. Наиболее поразительный эффект у TCP dump при работе как раз с трафиком уровня транспорта, TCP, но мы с вами сегодня будем пользоваться исключительно подглядыванием в Ethernet фреймы с помощью TCP dump. Вот это такой инструмент. Вот эти три инструмента, по ним рекомендуется прочесть документацию, их рекомендуется освоить, и вообще они будут нас сопровождать, два инструмента, IP-Link и TCP dump, а третий инструмент SOCAD, сейчас я про него расскажу. Вот. Третий инструмент SOCAD. Ну, про SOCAD чуть позже. Значит, я когда рассказывал про VirtualBox, забыл сказать, что в тип сети в VirtualBox бывает несколько. Значит, тип NAT, от Sloan Network Address Translation, это такая суперская волшебная пилюля, которая позволяет получить в вашем компьютере интернет из коробки, вообще ничего не делая, в вашей виртуальной машине. Вот. Мы ее трогать не будем, и у нас этот интерфейс в данном случае не используется пока. Это интерфейс ETH0. Вот. Интерфейс внутренняя сеть в VirtualBox, это чрезвычайно тупенькая и простая штука. Вы говорите, что это внутренняя сеть, называете ее, и все, с этого момента в вашем пространстве сетевом существует некоторая, как бы, эмуляция аппаратной сети, аппаратного эзернета под названием интернет. Нет, это через название делается. Вот я только что сказал, да? Вы называете его интернет, и все, в этот момент в ваших машинах VirtualBox существует сеть интернет. Все. То есть с нашей машиной вы не сможете сеть? С какой вашей? Ну, с... Нет, не сможете. Да? Сентин нет, она так называемая внутренняя, и вина только виртуалкам. Что значит сеть? Сеть. Ну, эзернет. Ну, неизвестно, эзернет он или нет, потому что мы не знаем, какие там провода. Нет там никаких проводов. Сейчас вы увидите, что значит сеть. Вот. Но в действительности можно сделать по-другому. Можно взять и прилепить сетевой интерфейс внутренней машины, виртуалки, непосредственно к сетевому интерфейсу хоста. И тогда у вас будет, как бы, машина глядеть в вашу внешнюю сеть. Мы про это будем чуть позже говорить. Что еще есть? Облачная сеть. Всем. Нет. Компорт это такой... Значит, отличается уровнем. Компорт это аппаратная штука. Интерфейс это интерфейсная штука. Здесь мы не настраиваем формат сигнала, количество битов, стоп, вот эту всю скорость. Здесь мы настраиваем. То есть компорт или же компорт сделан в партнер? Это просто такое устройство. Но принципиальное различие в том, что мы в случае компорта настраиваем его какие-то... Ну, прерывания, например, настраиваем его, да? Видите? Вот. Но главное, что мы его потом мапим во что-то, в какой-то трафик, в файл, в TCP, во что-то. А в случае сети мы прямо говорим, знаете, у вас тут есть внутренняя сеть. Или ваш, значит, сетевой интерфейс номер столько-то непосредственно подключен к сетевому интерфейсу хост-машины. И ловит сеть прямо снаружи. Ну вот. Собственно, других как бы типов тут нету, потому что сеть NAT это то же самое, что NAT, только выделенная. Штокооблачная сеть никогда не пользовался. А здесь, видите, не подключен. Вот. Вся моя длинная речь состояла только в том, что если мы сейчас возьмем и поменяем слово Internet на какое-нибудь другое слово, то они опять друг друга увидят только в том случае, если здесь будет Internet. Да зачем же я его включил-то? Дурочка. Вот. И здесь будет тоже Internet. Я, ну, давайте я посмотрю. Там по дабл-клику она, зараза, включается. Зачем она это делает, я не знаю, но это неправильно. Вот. Internet. Ща. Ну ладно, раз уж я включил, давайте я ее включу, действительно, че уж тут. Раз уж я ее включил, заодно мы посмотрим. Так. Значит, для этого нам надо, во-первых, закрыть вот это окошечко. Вот это окошечко закрыть. Но нам не нужно. А, и он придется выключить, потому что ее надо не так стартануть. Вот. Значит, стартуем новую машинку. Стартуем новую машинку. Ага, значит, у нас еще... Что-то он не хочет к ней коннектиться. А почему? А, потому что Bayes уже работает. Все хорошо. Second. Вот. Стартуем, значит, новую машинку. Тут пришел человек и спрашивает, будет ли выходить курс по Голанг. Нет, не будет. Значит, думает, думает, думает. Вот, додумалось. Так, очень хорошо. Давайте посмотрим, что нам говорит IP-Link. IP-Link говорит, что у нее тоже есть интерфейс ETH1, разумеется. У него вот такой MAC-адрес. А у нашего, у нашего, того интерфейса был вот такой MAC-адрес. Они немножко отличаются. Как видите, производитель 080027 у них одинаковый. А дальше уникальный номер устройства у них разный. Прямо, скажем, случайно выбранный. Вот. Я забыл еще две вещи прокомментировать, потому что я радостно, радостно все это сделал скриптом. Давайте я прокомментирую две вещи. Вот здесь вот, в настройках сети. Давайте мы его все выключим. Да, блин. Она должна сейчас закончиться. Бумс. Отвалилась. Вот. Значит, в настройках сети, в настройках вот этого адаптера, нужно еще, еще две вещи иметь в виду. Вот есть такая кнопочка, неразборчивый режим, он должен всегда стоять, разрешить все. Это тот самый промискиус мод, вы можете аппаратно запретить этой сетевой карточке глотать все пакеты. То есть, в ней может не включиться, вернее, не выключиться фильтрация по макадресу. Понятное дело, что макадрес должен быть случайным, мы помним, что при клонировании это, да. И кнопочка «Подключить кабель». Знаете, как простым способом нарушить связанность между двумя машинами, если кабель уже подключен? Просто в эту галочку убрать, она даже в рантайме убирается. В процессе работы. Ну, как выдернули провод. Давайте попробуем, кстати. Так. Не-не-не-не-не-не-не, далеко не со всеми. Далеко не со всеми. И что? О! Залогинился. Вот. Значит, давайте попробуем, да, проверить это, что он работает, этот параметр. Вот это секонд, сеть, адаптер. Вот тут поменять уже нельзя, понятное дело. Тип сетевой карточки вы не можете поменять, а кабель отключить можете. Вот. Ну вот. Теперь, собственно, давайте займемся интересным. Давайте попробуем передать данные между этими двумя машинами. Значит, на каждом из этих клонов мы уже сделали, нет, на одном не сделали, сет этаж один ап. А. Вот. Вот он, вот он ап. На этом он ап в клоне. Видите, вот здесь написано, что это секонд. Здесь написано, что он base, мы уже знаем, что он тоже up. Так. Теперь запустим на одной из машин страшный-страшный TCP dump. TCP dump, напоминаю, это инструмент анализа трафика, ну, допустим, вот на этой машине. TCP dump – это инструмент анализа сетевого трафика, вот, который мы с вами будем использовать с ключами минус xx. Ключ минус x вам выводит сенстеричный дамп содержимого IP пакета, а ключ минус xx вам выводит сенстеричный дамп содержимого Ethernet фрейма. Вот поскольку у нас интерфейс на уровне сегодня, мы будем разглядывать Ethernet фрейм. Ну, и на всякий случай VV, чтобы больше спамом дам. Ethernet фрейм – Ethernet фрейм. Вот. Теперь давайте попробуем на этот интерфейс послать пакет. Ну, какой пакет? Фрейм. Это не так просто. Мы должны этот фрейм руками сформировать. Сейчас мы что сделаем? Сейчас мы возьмем и составим ручками вот по этой схеме. Нет, не этой. Вот по этой схеме Ethernet фрейм. И пошлем его. Можно швейм просто кинуть бродкаст. Какой стандартный бродкаст? Куда кинуть? Чем? Ну, в втором устройстве. Да, но нужно… То есть можно написать программу на C, которая откроет Rollsocket, да, и туда запишет это все. Еще раз. Вот. Кто все это будет писать, кроме нас? Да, мы хотим вручную создать Ethernet фрейм и вручную запихать. Вот. В этом нам поможет универсальный инструмент под названием… под названием Soccat. Вот. Soccat – это… Он тоже, кстати, в себе содержит слово «сокет», с которым мы сейчас не работаем с сокетами. Вот. Значит, это универсальный такой швейцарский нож по организации соединений через интернет. Вот. Значит, давайте я скопипащу прямо из лекции, что нужно написать в Soccat. Вот. Вот. Минус – это, значит, это означает, что Isteduin у нас будет на входе. Интерфейс – это означает, что мы непосредственно запихиваем фрейм прямо в интерфейс под названием этаж 1. Но прежде чем это сделать, давайте сформируем Ethernet фрейм по вот этому принципу. Итак, MAC-адрес получателя, MAC-адрес отправителя. А как можно записать в правильный прямо в интерфейс? С помощью Soccata. Прямо в интерфейс. Вообще-то вы никогда не работаете с сетью на интерфейсном уровне, как минимум на уровне IP. Все те утилиты, с помощью которых вы пишете в сеть, они, скорее всего, откроют либо сокет, и это уже будет CP-уровень, или UDP, да, то бишь транспортный. Либо сформирует IP-пакет. Чтобы послать в интерфейс непосредственно фрейм, вам нужно какой-то хитрый RAW-сокет открывать. Ну, можете погуглить, как это делать. Да, именно. Никто вас не пускает на интерфейсный уровень. Зачем вам там? Что вы там забыли? Там ядро в основном этим занимается. Но для всяких хитрых, вроде нас с вами, есть небольшое количество инструментарий. В первую очередь, библиотека на оси, которая это умеет делать. Ну, и некоторые инструментарии, например, Soccata, вот с такой вот штукой, которая делает то же самое. Открывает RAW-сокет, или как он там называется, который не является сокетом. А именно, именно... Значит, сокращенец спрашивает, какого уровня это внутренняя сеть. Аппаратного уровня это внутренняя сеть. Вот IntNet это сетевые интерфейсы, связанные друг с другом, общей средой передачи данных. Просто она полностью виртуализована. Ну вот. Итак, мы сейчас сформируем Ethernet Frame. В этом Ethernet Frame должно быть 6 байтов адрес получателя, 6 байтов адрес отправителя, 2 байта тип 0800, кажется. Какой-нибудь пейлот. А вот, как я и обещал, CRC там не нужно. CRC автоматом сгенерирует наша карточка. То есть, вот, вопрос относить этот пакет к уровню Layer 2 и к уровню Layer 1 все еще открыт. Его аппаратно делает карточка. Избыточность это когда повторное кодирование. А CRC это все-таки контрольная сумма. Она, в общем-то, нужна. Но да, мы увидим сейчас, что она, что она вот в нашем случае будет не видна. То есть, это какой-то мутный момент в Википедии. На какой уровень его относить, непонятно. Он относится к фрейму, CRC относится к фрейму. Он является частью фрейма. Понимаете? Вопрос в том, ну вот сейчас мы все видим. Да. Значит, итак, мы должны получить некоторый поток байтов, который вот все вот это представляет. Чтобы слегка запудрить вам мозг, с одной стороны, а с другой стороны сделать этот поток байтов более читаемым, мы сейчас сделаем следующее. Мы, во-первых, его выведем сначала в шестнадцатичном виде, причем красиво. Значит, адрес получателя. Адрес получателя это кто? Бейс. Нет, адрес получателя это секонд. Секонд, этаж один, адрес получателя. Дальше, адрес отправителя. Дальше, тип, по-моему, достаточно теперь типа. Да, 8102. Почему 02? У нас все включенные порты, которые слушают в сеть, да? Что? Какую сеть, какие порты, что значит слушать? Ну вот, короче, когда мы посылаем вот это сообщение, которое мы сейчас пишем, у нас все включенные порты на вторую машину едят, что мы его поставим? Я не понимаю вашего вопроса. У нас есть, мы работаем с сетевыми интерфейсами, и два из них, и один из них, ровно один, этаж один, присоединен к сети int1, int1, int нет. У второй машины та же самая история. У нее есть пять сетевых интерфейсов, и из них один присоединен, вот у секонда, присоединен к сети int, нет. Да, поскольку оба этих интерфейса присоединены к одной и той же сети, все фреймы, которые там бегают, они будут видеть. Мы засылаем этот фрейм в эту сеть, и вторая машина, на второй машине с интерфейса eth1 мы этот фрейм увидим. Возможно, если переформулировать ваш вопрос в терминах фреймов и интерфейсов, ответ будет такой, что ровно один, тот, который подключен к данной внутренней сети. Так, ну хорошо, почему 08.02, не знаю, но пускай будет 08.02, по-моему, 08.00 надо писать. Почему 02? А, 8102, понятно, 08.00 надо писать. Да, мы сейчас, сейчас все будет, я хочу красиво, да, вот я сейчас красиво напишу. Дальше здесь еще будет сообщение, ну скажем, как вот в лекциях, что там, 60, 48, 69. 48, 69. 48 это код буквы H большой, а 69 код буквы I маленькой, вот. Это будет high, вот. Теперь мы должны это превратить в последовательность байтов в соответствующие кодировки. Ну, с соответствующими, соответствующими, да. Значит, мы воспользуемся утилитой, которая называется XXD, минус R, минус P, по-моему, так. Так, она что сделает? Она вырежет из этого потока, из этой строки все, что не является 60-ричными цифрами. То есть получит просто 08.0027, A8, AC, 1F, 08.0027, вот это вот все. А дальше сделает из них байты. Ну, вот они. Мы их не увидели, потому что они там, ну, вот. И вот это-то все мы сейчас пошлем с помощью SOCAT-а. SOCAT минус интерфейс двоеточие этаж 1. У вас интерфейс. Интерфа-се. Вот так, да? Подыщи, послали. Смотрим. Работает. О, приехал. Приехал фрейм. Приехал фрейм. Давайте в него посмотрим. Адрес отправителя. Адрес получателя. Это наш, 1F. Вот он. Узнаете? Адрес отправителя. Протокол. IP 08.00, это IP. Правда, он говорит, знаете, у него плохая длина. Я ничего не знаю про там. Я не смог распарсить. Тесипитам говорит, я не смог распарсить ваш IP-пакет. Ну и правда, наш IP-пакет состоял из двух байтов. Ахай. Плохой, негодный IP-пакет. Внутри этого фрейма лежит, как мы написали вот здесь, IP-пакет, только это не IP-пакет. То есть он уже что-то полезет на коре? Я не знаю, что это такое, но мы сейчас все увидим. О, видите, он анноун. Я, говорит, не знаю, что это за зер тайп. Он анноун. Теперь относительно длины. Почему он говорит, что длина 60? Дело в том, что размер фрейма не может быть меньше, кажется, 64, что ли, актета. Из них два актета вот здесь вот. Это то самое CRC, которое мы не включили в наше рассмотрение. А вот Википедия, например, включила. Видите? Четыре актета. Вот. Поэтому 60, а не 64. Четыре актета ушло на CRC, которые сетевая карточка проверила, отбросила, все хорошо. Ну вот, видите, мы послали сообщеньку. Более того, смотрите. Допустим, мы не включим промисский усмод. Скажем, к степидампу еще ключик минус П. Ключик минус П не включает на карточке промисский усмод. И в результате она... Нет, не так. Давайте сначала без него. Пошлем другой сетевой карточки. Давайте адрес получателя у нас будет 0.0. Мы пошлем пакет другому сетевому интерфейсу. Тем не менее, вот здесь вот на секунде мы этот пакет увидели. Почему? Потому что тисепидамп по умолчанию включает промисский усмод. И даже чужой фрейм может подсмотреть. Этот фрейм не наш. У него адрес, MAC адрес получателя не такой, как у нас. Но тем не менее. Давайте теперь проверим, что без включения промисский усмод фреймы не показываются. Вот я сказал минус П. Вот. Вот я его посылаю. Вот он его не видит. Вот я посылаю по настоящему адресу. Вот он увидит. Есть еще одно число, которое можно вписать вместо вот этого MAC адреса, чтобы на второй машине фрейм был виден. Какое это число? Да, совершенно справедливо. Да, совершенно справедливо. Я посылаю бродкаст, и вот он виден. Вот мы сейчас обмениваемся фреймами минимального размера. Видите, минимальный размер 64 когтета, то есть 60 без CRC. Между двумя машинами, потому что они присоединены к одной и той же виртуальной сети безо всякой, обратите внимание, IP-шки. Мы просто засовываем фрейм и просто его выковыриваем из потока данных. Если по кандонному адресу посылать, то карта отбросит. Да, если вы не ввергли специально карту в режим этого самого Promiscuous, то если адрес не соответствует нашему адресу, оно его просто выбросит. Вот. Когда-то в очень давние поры по такому принципу ловили хакеров, которые сидели и подсматривали трафик в сети. Потому что компьютеры были очень медленные, и, грубо говоря, TCP-дамп в Promiscuous мод так сильно нагружал вычислительный процесс машины, что если заспамить сеть рандомными как раз пакетами, то такие машины, которые подслушивают, просто умирают. Но это было очень давным. Значит, да. Вот, вот, сакат, да, да, да. Кстати, сказать, можно же с той стороны было не TCP-дамп запускать, а тот же сакат. Вопрос в том, насколько это было бы нам интересно. Ну, давайте проверим, да, что это работает. Вот вместо TCP-дамп надо сказать сакат. В обратную сторону, интерфейс, интерфейс, двоеточие, этаж, один, минус. Ну, давайте хиксдамп минус С еще подкажем, чтобы он нам, так-то он нам сейчас будет всякую фигню лепить, а так мы прямо вот. Вот. Бэйнс. Джидыш. 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 Ну, вот они, эти пакетики к нам приехали. Вот. Ну, то есть, хоть в ту сторону, хоть в стокат универсальный инструмент. Так, что-то я еще хотел показать и перейти к общему бла-бла. А, я хотел показать, что будет, если я скажу, TCP-дамп минус X. То есть, если я буду дампить не фрейм, а только IP-пакет. То есть, произошла декапсуляция, да, TCP-дамп выкинул все, что относится к фрейму, и показал только пилот. Пилот, напоминаю, минимальный размер вот такой, и вот мы на него смотрим. Это вот эти две циферки. Вот это все было выкинуто. Осталось только вот это. Что? Только что? Только заголовок? Ну, не знаю, а зачем? Мы и так его видим. Вот же он. Мы знаем, что такое заголовок. Вот он. Вот этот заголовок. А это без него. Ну вот. Вот такие примерно упражнения вас ждут в домашнем задании. Собственно, ровно эти. Вот. Значит, давайте немножко поговорим о том, как бывает, какие бывают вообще протоколы интерфейсного уровня. Но на самом деле их очень много. Их реально много. Ничего из этого я в жизни не видал в нормальном виде. То есть, вот, ничем из этого я не пользовался. Практически. Практически. Кажется. Вот. Значит, в чем фишка? Вообще все эти протоколы интерфейсного уровня нужны для устройств, которые не являются компьютерами, которые обслуживают, обрабатывают фреймы. Вот. Поэтому в реал лайфе вы будете работать с подобного рода протоколами только если вы делаете из вашей Linux машины, ну, например, Bridge. О чем мы поговорим в следующий раз. Вот. На прошлый... В прошлом году я настраивал Wi-Fi руками из командной строки. В этом году, возможно, не буду. Возможно, буду. Сейчас посмотрим. Я подумал, может быть, нам стоит... Ну, видимо, ладно, не буду. Посмотрим. Короче. Давайте поговорим чуть-чуть, поговорим про Wi-Fi. Одним глазом заглянем в Wi-Fi, потому что на самом деле, как бы, довольно... Вот, видите, да, сколько стандартов Wi-Fi. Это стандарты Wi-Fi. Это стандарты Wi-Fi, которые поддерживаются некоторыми Wi-Fi карточками. Обалдеть. Вот. Поэтому одним глазом. Значит, главная проблема Wi-Fi. Очень плохая... У нас в качестве носителя данных используется воздух. Очень плохая проницаемость, очень сильное затухание, очень сильно бегает сигнал, много шумов. Короче говоря, нужно много-много-много избыточности. Там чуть ли не тройная она, я забыл. Так, точно. Вот. Соответственно, у нас нет варианта по Wi-Fi сказать, вот вы все не передавайте, а только мои машины будут передавать. Да? Соответственно, у нас есть более сложная дисциплина одновременного использования одного и того же воздуха в качестве нескольких сред передачи. Более чем одной. Ну, две Wi-Fi-ные точки вот вещают, вот у нас, вот если вы сейчас заглянете в телефонку, вы видите много Wi-Fi-ных точек, которые одним и тем же воздухом пользуются, и вы их видите. Есть много разных способов обеспечить вот такое совместное использование несколькими точками одного и того же пространства. Например, можно кодировать так называемые ортогональные сигналы, когда у вас вот на этой картинке хорошо видно, у вас частота достаточно низкая, и каждый сигнал в свой момент. Свой момент. Да, сокращение замечает, что воздух для радиоволн не нужен. Спасибо, это правда. Для радиоволн нужно, как это, пространство, да? Вот. Эфир. Ну вот, значит, вариант, когда у вас на одной и той же несущей в разные моменты появляются разные всплески, там вот с некоторым довольно большим шагом. Да, но это относится скорее к тому, как использовать одну и ту же среду одновременно. А как использовать одну и ту же среду с несколькими элементами передачи данных? Вот есть довольно сложные инструменты, я на них только сошлюсь. Стандарт 11b, в котором я вообще там сам черт ногу сломил. Или, допустим, так называемый спредспектрум. Вот это, кстати, очень забавная технология, спредспектрум. Это когда вы не строго делаете модуляцию нечеткую, а сообразно некоторой заранее известной случайной величине. У вас есть датчик случайных чисел, который в как бы случайное время у вас, значит, производит модуляцию. Соответственно, получатель делает демодуляцию, деспектрализацию, исходя из того же датчика. В чем идея? У вас генерится что-то похожее на белый шум, но оба устройства знают, когда, значит, им передергивать вверх-вниз эту штуку. И в этом случае, если у вас два таких устройства вещают, с очень малой вероятностью у них те места, где у них, собственно, перепад, где у них волна идет, с очень малой вероятностью совпадут. С большей вероятностью просто шум помешает. Вот. Поэтому они вот так делают. Ну вот. Ну, в общем, это все довольно сложные штуки. Я, наверное, не буду на них останавливаться. Просто знайте, что есть проблема совместного использования одного и того же эфира несколькими каналами. Есть проблема шифрования и авторизации. Причем проблема шифрования решалась вот этими удивительными ребятами, которые изобретали Wi-Fi, решалась годами и годами решалась плохо. Сначала они придумали передавать пароль, а потом этим паролем шифровать. Тогда люди передумали ловить этот переданный пароль и с помощью этого пароля дешифровать. Тогда люди придумали, значит, пароль не передавать, а, значит, его заранее задавать. Но поскольку алгоритмы шифрования были тупые, а пакеты, фреймы, которые вы передаете по Wi-Fi, по Wi-Fi передаются фреймы, а у фреймов предсказуемая структура, было легко подобрать ключ. Тогда они долго придумывали разные хитрые способы шифрования. То есть выяснилось, что никакой хитрый способ шифрования от индексации ключа, потому что у вас есть там фреймы, стандартные структуры. Так, ну вот тут сокращение, я начал пытаться говорить про то, зачем нужны вот эти вот все варианты кодирования, но у меня времени на это, к сожалению, нет. У нас и так уже осталось несколько минут, а я хотел показать, попробовать вот это вот сделать. Вот, значит, к чему все пришли? Все пришли к тому, что ключ надо пересоздавать. Вы некоторое время передаете с одним ключом, дальше генерируете следующий и передаете со следующим ключом. И, соответственно, есть такая штука, как VPA-саппликант. Это, собственно, часть софтины, которая позволяет перегенерировать этот ключ по ходу. Вот, соответственно, ваша операционная система должна в это уметь. Вот, ну, Линус, кстати, в это давным-давно умеет. И вот у нас осталось 0 минут, но мы все-таки попробуем настроить прямо сейчас, прямо здесь Wi-Fi на... Прямо здесь. Только мы не будем настраивать на нем IP, потому что если мы настроим на нем IP, то у нас трансляция прервется. Выключаем все вот это. Вот, и попробуем... Попробуем, значит, воспроизвести эту методичку. Сначала RFKill, который нам расскажет, какие у нас есть устройства беспроводной связи. Он говорит, есть Bluetooth, а есть Wi-Fi. Хорошо. Давайте посмотрим, что на нашей машине есть Wi-Fi. А вот он, VLAN 0. Так, ну чего, смотрите. Я сказал IP-Link, IP-Link, вот, и он мне говорит, что вообще-то у меня есть Wi-Fi. Кстати, он настроенный. Он настроенный. Давайте я его отстрою обратно. А чем настройка Wi-Fi от Ethernet? Да ничем. Она отличается только тем... Настройка Wi-Fi отличается от Ethernet вот этим. Во-первых, вы должны каким-то образом с компьютера рассказать, какой из Wi-Fi, какой из Wi-Fi точек вы хотите подключить. А в случае Ethernet, извините, вы втыкаете провод для этого. Да? И во-вторых, вы должны ему рассказать... Во-вторых, вы должны ему рассказать пароль. В-третьих, вы должны включить поддержку пересоздания, ну вот, пересоздания ключа шифрования трафика. То есть, это все происходит... Вот это вообще программный уровень. Но да, да, это все туда спускается на канальный уровень, именно. Ну вот, значит, что мы хотим? Мы хотим... Теперь мы хотим сказать ему... Вот, IP-Link set в LAN 0. А-а-а, он выключен. Сейчас, погодите. У меня тут просто параллельно работает высокоуровневая хрень под названием Network Manager, которая сама все настраивает. В этом недостаток попытки демонстрировать настройку сети на лекционном компьютере. Так. Вот. Вот теперь все хорошо. Вот мы ему сделали up. Он говорит, что up только no carrier. No carrier – это ситуация, когда у нас выдернут шнурок. Вот если мы в виртуалке, скажем, отключить сетевой шнур, у нас будет вот здесь вот no carrier. Почему в LAN говорит, что no carrier? Потому что мы не подключились ни к какой точке. Мы должны сказать, к какой точке мы хотим подключиться. Для этого служит утилита, которая называется ИВ, по аналогии с IP, только в LAN. Вот. Давайте мы ей скажем в LAN 0 scan. Она нам расскажет, какие у нас есть интернеты вокруг. Точнее, не интернеты, а Wi-Fi. Вот список всех Wi-Fi, которые у нас есть вокруг. Нас интересует, наверное, Wi-Fi под названием WMK Free. Вот. Давайте поищем греб-сит. О! Вот нас вот этот интересует. Ну, давайте попробуем. Да, да, совершенно справедливо. Именно так, что мы там, на самом деле, довольно сложный протокол. Вот поэтому я не стал его рассказывать. Он реально сложный. Что мы, когда говорим scan, он какие-то информационные запросы выбрасывает туда. Он должен увидеть все, а, нет, не так, все хуже. Ничего он не выбрасывает, потому что он на всех, на всех, на всех вариантах слушает. Он на всех вот этих каналах ловит изрыгаемые время от времени точками анонсы, точками доступа. Анонсы, как называется точка доступа, какие у нее параметры. Видите, там довольно много всего. И в частности, там, значит, какой канал она выбрала конкретность. Здесь седьмой, видите. Давайте, скажем, греб... Сейчас. Минус е, сид и channel заодно. Видите, здесь седьмой, здесь девятый, здесь пятый. Здесь тоже пятый. Она хуже. Она автоматически бы выбирается точкой. Точкой доступа. Той точкой, которая раздает Wi-Fi. Да. Мы сказали scan. Мы просмотрели, что у нас, какие у нас бывают точки доступа. Видите? Могут быть, и они еще плохо работать будут. А также они могут на одном канале сидеть, и тоже плохо работать будут. Или хорошо, если там какой-то волшебный протокол по смене. Ну, короче, сам черт ногу сломит. Вот. Давайте дальше. Давайте скажем... Ивэ в лан линк. Так. Тут пробелы неправильные. Нод коннектит. А вот это я уже не знаю, кому надо, блин, говорить. А, нам нужно запустить саппликант. Да. Ну-ка, давайте попробуем. Пустой конфиг. И это штука, которая обеспечивает вам постоянную... Это программная часть, которая обеспечит вам постоянную поддержку вот этого перегенерированного ключа. Вам нельзя в случае Wi-Fi все время швырать один и тем же ключом. Вам присылается ключ, он его скармливает карточкой и генерирует трафик с этим ключом. Потом через некоторое время присылается другой ключ, он его скармливает карточкой и так дальше. Вот. Давайте попробуем сделать вот так вот. Да, блин, тут пробельчики неправильные. Нет, не хочет. Инвалид аргумент говорит. Что-то я не доделал. Что-то я не доделал. Ну ладно, слушайте, давайте мы тогда не будем заморачиваться. Время у нас закончилось. Я не смог, вот я не понял, что делать дальше. Да, давайте, да, давайте я в следующий раз тогда покажу, потому что времени у нас уже нет, вообще интересно, как это делается. Просто я не готов сейчас читать маны при вас, тем более, что мы уже минус 7 минут как. Вот. Значит, домашнее задание. Образ тот же самый. Проделать примерно то, что мы с вами делали на лекции, а именно сделать два клона. На одном запустить цепи дамп, который примет два пакета, всего два пакета. На втором послать три пакета. Но один из них должен быть с неправильным MAC-адресом получателя, и поэтому цепи дамп с ключом минус P его не примет. Все. И прислать репорты. А как репорты? Никак, его не будет. А, он будет в репорте того, кто... Да, конечно. Все. Значит, если есть дополнительные вопросы, спрашивайте. Да, мы пробежались очень сильно по верхам по этой штуке. Вот. Много всякого, но времени у нас на это нету. Просто вы знаете. Все. Спасибо и до новых встреч. В следующий раз у нас, я не знаю что, потому что либо IP-уровень, либо будем строить в ланы. Ну, скорее всего, IP.